Итоги сложного для фермеров года подвели в правительстве. С начала уборочной кампании намолочено на 30% меньше, чем в минувшем году. Но паниковать не стоит, говорят правительства. Без хлеба казахстанцы не останутся, заверил премьер Алихан Смаилов. Еще в Кабмине обещают, что цена на него расти не будет. А вот что подорожало в потребительской корзине, расскажет Яна Гладкова. Погода в этом году знатно испытала казахстанских аграриев. В основных зерносеющих регионах жаркое лето сменили продолжительные проливные дожди. За 25 дней выпала тройная норма осадков. Испытания фермеры выдержали, хоть и со значительными потерями. При средней урожайности 9,7 центнеров с гектара намолочено 16,4 миллионов тонн зерна в первоначальном весе. В том числе 11,4 миллиона тонн пшеницы при урожайности 8,6 центнера с гектара. Отмечу, 2022 год был самым урожайным за последнее десятилетие. Разница в показателях с нынешним 30%. И прошлогодние излишки как раз не дадут казахстанцам остаться без хлеба. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. В правительстве также заверяют, что цена на хлеб подниматься не будет. Чего не скажешь о яйцах. Их стоимость вызывает беспокойство у вице-премьера Серика Жумангарина. За последние, конечно, полгода сильно яйцо выросло в цене. Постоянно растет в цене. Единственное, что сейчас нас беспокоит, это повышение цен на яйца. С этим сейчас мы работаем. Журналисты спросили у Жумангарина, до какого значения будут дорожать яйца. И получили неординарный ответ. Мол, он не оракул дельфийский и не может заглянуть в будущее. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алмаз Жулубаев, Astana Times.